Приветствую вас, друзья! Сегодня мы посетим промышленную выставку МАКТЕК, которая проводится каждые два года в Стамбуле. Итак, не будем терять времени. Погнали! А сейчас мы заглянем на стенд наших друзей и партнеров, компания ТЕКОС, которая специализируется на производстве станочной оснастки. Компания ТЕКОС вместе с компанией производительных станков ХАС построили вот такой валид. У компании ХАС есть своя команда в Формуле-1 машин, правда она без двигателя. А сейчас зайдем на стенд к одному из самых востребованных и известных производителей станков из Японии, компания МАЗАК. Интегра 200H S 5 осевой станок с двумя шпинделями. Еще один очень известный, всеми нами любимый производитель станков из Японии, АКУМА. Как я уже не раз рассказывал в своих видео, у компании АКУМА есть завод в Китае, АКУМА БИЛАЙДЖИСИ, который производят хоть не все, но многие популярные модели станков. Кстати, поставить их и достать запчасти на станки, сделанные в Китае, намного проще, чем на японские. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Немецкий производитель станков спиннер, думаю, многие из вас с ним знакомы. Кстати, в Китае есть завод, который производит станки по их технологии. Демо спиннер. И эти станки можно без проблем поставить, а также достать до них запчасти. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Производитель станков из Кореи компания СМЭР. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Измерительное оборудование Ренешоу, которым оснащается большинство современных станков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Только что станок Ярмаксанс Блаза разрезал стар толщиной 10 миллиметров. Субтитры создавал DimaTorzok Ведущий производитель измерительного оборудования для инструментальной промышленности, компания Zoller. Субтитры создавал DimaTorzok Один из лучших производителей задачных станков из Австралии – компания Anka. Досточные станки York. Хозяин компании немец. Научно-эстетический центр, или как сейчас говорят R&D центр, находится в Германии. А производство станков производится в Китае. Хозяин компании, мистер York, сам лично приехал на выставку покорять турецкий рынок. Пришло время немножко подкрепиться. Компания Tuyab организовала для нас прекрасный обед. А сейчас небольшой послеобеденный отдых. На втором этаже стенда наших друзей компании Dekus. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас мы перешли в China Town. Оказывается, в этом году китайские компании оккупировали не только Россию, но и пытаются всеми силами зайти на турецкий рынок. Несмотря на огромные пошлины и не очень хорошие отношения между Турцией и Китаем. Случайно встретил наших друзей и соседей. Компания Sunlight, которая производит 5 осевые обрабатывающие центры. Они наши соседи, потому что находятся тоже в Даляне. Наконец встретил и нашу продукцию. Мечики Cleveland, изготовленные в TDC. В России эти мечики поставляются под брендом Palantir. Один из самых известных производителей обрабатывающих центров Компания ДНГ Морин. Выставка получилась довольно интересной. Она небольшая по сравнению с Шанхаем или Пекином, но и не один павильон как технофорум. В общем, было интересно. Что понравилось или заинтересовало, напишите в комментариях, ставьте лайки и до новых встреч! Сейчас едем в нашу гостиницу. Сейчас я вам покажу, как разместила нас в Стамбуле компания TÜYAP, за что им огромное спасибо. Наш номер в Hilton.